В клинике святителя Луки Крымского федерального университета состоялся телемост с научно-техническим кластером Самарского государственного медицинского университета и Нижнего Новгорода. Главная задача онлайн-встречи – более детально ознакомить представителей компании с роботом-ассистентом, чтобы они смогли оценить свои технические возможности для дальнейшей реализации проекта. Мы провели клинические испытания, получили научно доказанные медицинские данные, что технология перспективна. И сегодня мы планируем телемост с двумя крупными компаниями, которые занимаются разработкой, производством и коммерческой реализацией медицинских изделий и технологий. В рамках встречи были проведены две операции. Робот-ассистирована трансуретральная контактная гольмевая уретролитотрепсия и перекутанная нефролитотрепсия. В ходе операции использовался роботический модуль. Грабление камней производилось в разных отделах мочевыделительных путей – мочеточники и лоханки. В зависимости от размера камня и его локализации операция может длиться от 15 минут до часа. Робот оснащен камерой. Изображение высокого качества выводится на экран. У нас исполняются систематические роботические операции на роботе СОЛО при мочекаменной болезни. Это считается большим новшеством, то есть больше нигде в России данные операции не проводятся. И эти операции являются совсем новым и эксклюзивным. Мочекаменная болезнь – одно из самых распространенных заболеваний среди урологических патологий. Это первый этап операции. Мы сейчас поймем, что у нас уточним локализацию камня, что он доступен. Андрей Васильевич спрашивает, это девятка или семянная? Это девятка, Артем Васильевич. Литотрепсия проводится големевым лазером. Уретера риноскоп вводится через уретру в мочевой пузырь и фиксируется в роботическом модуле. Оперирующий хирург управляет роботом при помощи специального джойстика, позволяющего выполнять весь спектр необходимых движений и манипуляций. Операция малоинвазивная и не требует открытой хирургии. Центр компетенции роботоассистированных вмешательств создан в Крымском федеральном университете в рамках программы «Приоритет-2030». Каролина Лазарева, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.